В прошедший уикенд, прямо с самого начала, не задался культурный отдых одного автомобилиста в Екатеринбурге, который почему-то сумел заблудиться в трех соснах Шарташского лесопарка, а потом не сумел разрулить вопрос еще одним деревом и теперь, может быть, начинает догадываться, почему вообще-то по дорожкам парка как-то почти нельзя гонять на автомобилях, особенно когда света белого не видишь. Не добравшись до Вожделенного озера, рулевой Х-6 Бэхи с как бы блатными номерами смело и решительно ее тут бросил. Как-то не особо заморачивает, что какие-нибудь твари лесные продолжат начатое сосное дело. Бегаем в Шарташском лесопарке и вот это прямо на дорожке, где пешеходы ходят, встречаем вот такого пассажира, не знаю как это назвать, въехал в дерево, вот это тропинка, по которой только люди ходят. Здесь обычно машины не ездят. Ну, блять, угонял, угонял, наверное, от кого-то. Угонщик? Конечно. Среди эти открытых окошки. Короче, очень страшно. Несколько долгих часов, почти что полсуток, с утра и до вечера субботы, проторчала здесь чужая дорогостоящая недвижимость. Руководство парка ничего внятного, кроме как, ну, заблудился, наверное, публике не пояснило. Но постепенно стало известно хотя бы, что тачка совсем новенькая, 2020 года выпуска и зарегистрирована на юридическое лицо. Что касается лица физического, которое сидело за рулем и получило по этому самому лицу удар взрывной подушкой, то оно, опосредованно, без персональных данных, всплыло в сообщении городского отдела пропаганды. Цитата по Е1. Ее владелец ехал на рыбалку, но заблудился и ударился о дерево. Затем он оформился в бригаде, вызвал эвакуатор и увес автомобиль домой. Конец цитаты. Около шести часов вечера обитатели Шарташа заметили, что Бэху грузит на себя специзвозчик. Вот видите, как все просто. А то некоторые до сих пор боятся покидать место происшествия, уходить домой, чтобы туда потом эвакуатор привез раненую машинку. И как-то тема медосвидетельствования на трезвость не раскрыта тоже. И езды там, где вроде бы заповедно и нельзя. Однако загадочное словосочетание «оформился в бригаде» совершенно удивительное, видимо, может заключать в себе кучу тех самых кар и протоколов, перечислять которые зачем. Ну, на рыбалку же ехал, ну, заблудился. Кстати, на счет езды по парковым дорожкам директор Шарташского лесопарка Артур Зиганчин пояснил, что несмотря на многие миллионы, потраченные на эти самые дорожки для пешеходов и велосипедистов, несмотря на закупленные и установленные шлагбаумы, они все еще гостеприимно смотрят вверх. И заехать на машине сюда очень легко, потому что юридических оснований для того, чтобы их опустить, кто-то так и не может найти. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам, станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим.